Короче говоря, меня похитили. Часть вторая. Для тех, кто не видел, ссылка на первую часть в описании. Увидев то, что находится за дверью, я был очень удивлен. Там была моя кухня. Получается, все это время я был заперт в собственном доме? Зачем к моей кухне сделали эту пристройку? И самое главное, сколько такие голок у среднестатистического дикобраза? Я подошел к связанному Роме, сидящему на полу, и спросил об этом. Но он был без сознания. Либо просто прикидывался. Потому что мы только что переписывались вконтакте. Я стал тормошить его. Рома пришел в себя. Я добил контрольной пощечины. Он вновь вырубился. Больше на него ничего не действовало. Я снял куртку. Внезапно включился телевизор. Там был какой-то темный силуэт. Он стал говорить. Открой ящик. Я открыл ящик. Там были кастрюли. Другой ящик. Я спросил, какой именно. Ящик с инструментами. Я посмотрел вниз. Там стоял ящик с инструментами. Как я его не заметил сразу. Открыл ящик. Там лежали инструменты. И что с ними делать? На каждом инструменте есть буква. Из этих букв нужно собрать слово. Окей. Тут были буквы О, Л, О, С, В. Я стал перебирать варианты. Вариантов было немного. И я быстро составил слово волос. Это подсказка. Чтобы разбудить Рому, нужно выдернуть ему волос. Я сделал это. Не получилось. У меня появилась претензия к голосу из экрана. Я спросил, почему слово волос не сработало. Точняк. Это ведь не волос, а слово. Рома очнулся. Я обрадовался. Развязал его. Спросил, знает ли он, кто общается со мной через экран. Он сказал, что не понимает, о чем я. Я повернулся. На экране ничего не было. Странно. Значит ли это, что квест окончен и мы теперь свободны? Мы отправились в комнату. Но внезапно все двери в холле резко захлопнулись. Мы перепугались. Рома спросил, что происходит. Я сказал, что сам ничего не понимаю. На каждой двери были какие-то цифры. Но что они означают? С нами снова заговорил голос. Отгадайте, в какую дверь нужно выйти. Если вы выберете неправильную дверь, тогда... Не тупите, короче. У вас есть минута. Время пошло. На потолке появился таймер с обратным отчетом. Мы стали очень быстро думать. Рома предложил подняться по лестнице наверх. Отличная идея. Но тут тоже было заперто. Блин. У нас всего 40 секунд. Я стал изучать цифры на дверях. 4, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 8, 5, 3, 0, 0, 9, 0, 2, 9, 0, 8. Вообще ничего не понятно. Рома увидел на зеркале подсказку. 4, 2, 5, 7. Но этот номер не подходит ни к одной из дверей. Как его использовать? У нас всего 15 секунд. Мы начали искать хоть какие-то совпадения. Складывать числа из подсказки с одним из чисел с двери. Точно. 4 плюс 6. 2 плюс 8. 5 плюс 5. 7 плюс 3. Каждая из сумм равняется 10. Мы немедленно забежали внутрь комнаты с правильной дверью. Фух, еле успели. На экране телевизора снова появился силуэт. Вы справились. Мы спросили, что было бы, если бы мы не успели выбрать дверь. Да ничего бы не было. Это так, чтобы прикольней было. Зашибись. Я спросил, что здесь происходит, кто и зачем нас похитил. Вы узнаете это, как только ответите на последнее, заключительное и самое сложное задание. Мы затаили дыхание, чтобы ничего не прослушать. Голос из экрана произнес. Котопёс. Котопёс. Единственный в мире... Малышка-то пёс? И это правильный ответ. Да, они это сделали. За этим реалити-шоу наблюдала вся страна. Двое парней, которых мы выкрали и поместили в замкнутое пространство. По всему дому были установлены камеры видеонаблюдения, через которые каждый зритель мог сопереживать и поддерживать участников. Они прошли все испытания и выиграли главный приз. Именные ручки и блокноты с котятами. Поздравляем! Здравствуйте! Короче говоря, меня похитили. Привет! Если вам понравилось продолжение, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Ванту. А если не понравилось, то всё равно ставьте лайк и подписывайтесь на канал Ванту. Потому что если вы ещё не подписаны, ну куда это вообще годится? Если вы хотите больше подобных роликов, пишите об этом в комментариях. И посмотрите предыдущие ролики на этом канале. Спасибо за просмотр!